Если речь идет о силовом противостоянии, то это вообще глупость. Просто Россия очень любит об этом говорить. И вообще СМИ мира об этом любят говорить. СМИ об этом любят говорить, потому что это эффект. Только что мы говорили про кино. Гангстеры, полицейские, пиф-паф, прыжки. Есть что показать. Это легко пиар грузится и легко заглатывается. Это спорт зримый, зрительный, зрелищный спорт. Бокс, борьба. Попробуй, покажи шахматы, чтобы было интересно. Сидят два чувака. Один встал, прошелся, вернулся, перетащил фигурку. Другой встал, прошелся, вернулся, перетащил фигурку. На что смотри? Не на что. А тут хук справа, хук слева. А уж кикбоксинги. Поэтому люди любят зрелище дрочливое. Это общемировая история. Поэтому ко всему дрочливому приковано огромное внимание. Всегда гипертрофировано огромное внимание. Но современная цивилизация делается не кулаками. Она делается мозгами. Она делается в нескольких местах, которые всем, опять же, известны. Никакого тут секрета нет. И ничего тут неожиданного не скажешь. Это мировые центры научно-технологической мысли. Там есть свои заморочки. Например, сейчас, как говорят специалисты, довольно медленно застой такой в принципиально новых технологических идеях. А уж и научных и не говорят. Но наука не может все время развиваться методом научных революций, как в начале XX века. Теория относительности, квантовая механика, потом молекулярная биология. Общество не живет революциями. И наука, как часть общества, не живет революциями. Но живет эволюцией. Тем не менее, уж какая наука и технология не есть, но они, тем не менее, развиваются. И, допустим, вот Маск вынашивает, больше пиаровский пока что. Маск ли это реализует, не Маск ли это реализует. Но абсолютно грандиозный проект расселения человечества вне Земли. Это то, с чем когда-то носился Королев. Нужны новые технические решения. Но это грандиозный проект. Это гигантский проект для всего человечества. Колумб XXI века. Как, кстати, Маск себя без ложной скромности и называет. Но это не так зрелищно, а не так эффектно, конечно. Потом люди, главное развлечение людей, это борьба друг с другом. Не с природой, не с животными, не с космосом. Друг с другом. Вся мировая политика, это длинная-длинная, скучная-скучная. Первая глава Тома Сойера. Вот первая глава Тома Сойера, это гениальная глава, но она короткая. Мировая политика очень скучная. Первая глава Тома Сойера, это как мальчик в штанах, приходит во двор к Тому, и Том проводит пальцем черту на песке. И говорит, если ты эту черту перейдешь, то я тебя взду. Естественно, мальчик тут же переходит эту черту. Тогда Том проводит вторую черту на песке, и говорит, если ты эту перейдешь. Ну и так далее. В конце концов происходит драка. Вот это и есть вся мировая политика, вся ее зрелищная часть, начиная там с первобытных племен и заканчивая сегодняшними сложнейшими и важнейшими и необходимейшими военными действиями России в Сирии, про которые никто в России не знает, что мы там делаем, зачем мы туда приперлись. Но все понимают, что мы приперлись на зло американцам. Вот они провели черту, а мы перешли черту. Вот мы провели черту, а они перешли черту. Играют мальчики в войну. В это играют все большие страны, но не все. Индия не играет. Бразилия не играет. Китай чуть-чуть играет. Но активнее всех в это играет Россия.